Он был того же возраста, того же поколения, что и декабристы. Он пытался понять, что ими двигало, зачем. Следователю могут наврать, а ему точно врать не будут, он же государь. И долг каждого дворянина говорить ему только правду. Был сформирован специальный суд, большой. Судебная коллегия в составе более 70 человек. Там были квоты от государственных органов, от Сената. От церковных, от Сената. Были в составе суда, что интересно, и родственники подсудимых. Иногда, я думаю, лучше бы он этим занимался, чем подготовкой мятежа. Ушел куда-то погулять полковник Булатов, зам диктатора. Не надо думать, что у них синдром убийцы. Нет. Они жертвы. Они говорят, мы совершим цареубийство, пойдем под суд за это, и пусть нас казнят. Но родину мы освободим. Как так? К нам, патриоткам, отдали дочь презренного бунтовщика. Из России, так сказать, с любовью. Дорогие друзья, добрый день. Мы продолжаем наш рассказ о декабристах. В прошлый раз мы остановились на том, что, может быть, ничего бы не было, если бы осенью 1824 года скоропостижно не скончался государь-император Александр I. И этот момент декабристы считают самым удачным для восстания. Почему? Дело в том, что у Александра I не было законных детей. Дети были, но все они рождены вне брака. Соответственно, нет законных наследников. И по закону престола наследия, принятым Павлом I, власть должна переходить к следующему по старшинству брату Константину и его законным детям. У Александра было аж трое младших братьев. Константин. Ему на момент смерти Александра 46 лет. Николай, сильно младший, ему 29, и Михаил, 27. Вопрос в том, что у Константина тоже нету законных детей. Более того, Константин женат на польской дворянке. Он был разведен и женился повторно. Известно, что Константин официально отказался от своих прав на престол еще два года назад. Тогда Александр объявил наследником Николая. Но манифест об этом обнародован не был. Наоборот, хранился в сражающем секрете. Был запечатан в конверт. И втайне помещен в алтаре Успенского собора. Копии этого манифеста были отправлены в Государственный совет, в Синод и в Сенат. Всего три копии. На конверте собственноручно рукой императора было написано. В случае моей кончины раскрыть прежде всякого другого действия. В тайну составления этого манифеста было посвящено лишь несколько человек. Митрополит, Аракчеев и еще один из членов Александровского правительства. Мы даже не знаем точно, знали ли об этом манифесте супруга Александра и его мать. Чем была вызвана такая секретность? Почему манифест хранился в тайне? Почему о содержании этого манифеста сам Николай не знал? Он догадывался, поскольку Александр имел с ним на эту тему разговоры, но документа не видел. Почему все это произошло, мы не знаем. Александр был мужчина в полном расцвете сил. Умирать он не собирался. Может быть, надеялся когда-то, что у него появятся законные наследники. Или ситуация изменится. Может быть, он был неуверен в Николае. Думал, что уговорит-таки Константина. Или наоборот, поступит как-то еще иначе. Это все тайна, на которую ответы мы не узнаем никогда. А произошло в результате, после смерти Александра, следующее. Представляете, какие были коммуникации в то время. Курьеры, конные, эстафета. Александр умирает в Таганроге. И известие летит в Варшаву, где находится Константин. И в Петербург, где находится Николай. Первым успевает варшавский курьер. Константин, получив это известие, тут же присягает Николаю, поскольку он-то знает, что он отрекся от престола. Потом курьер достигает уже Николая. Тот, получив известие о смерти своего старшего брата, как он писал, следуя движению сердца, моментально присягает брату Константину. И лишь потом на госсовете вскрывается первый конверт с копией манифеста. Почему после вскрытия этого конверта не происходит переприсяги, мы, опять же, точности не знаем. Несмотря на то, что в конверте написано, что наследником должен быть Николай, все равно Николай от своей присяги не отказывается. Более того, он приводит и госсовет, и сенат к присяге Константину. И рассылает такие же указания присягать Константину I по всей стране. Указания это воспринимаются нормально, по всей стране начинается присяга Константину. Вот что писал по этому поводу Пушкин. «Как поэт я радуюсь вошедствию Константина I. В нем много романтизма, похода с Суворовым. К тому же он умен, а с умными людьми все-таки как-то лучше». Пушкин не пишет впрямую, что Константин умен, а Николай, мол, императора не готовили, он солдафон. Но многие так на самом деле действительно думали. Мы помним, что имя ему выбрала бабушка Екатерина специально с прицелом на восстановление Византийской империи. Она предполагала, что Александр и ее любимый старший внук будут царствовать в Петербурге, а младший Константин будет царствовать в Константинополе. Его воспитывали в греческом духе. У него и кормилица гречанка, кормилица – это важная персона. Матери тогда дворянские не кормили своих детей, как правило. У него первый учитель его грек, поэтому Константин прекрасно говорит по-гречески. Даже говорят, часто разговаривал со своим учителем и с кормилицей по-гречески, чтобы никто вокруг ничего не понял. Воспитывается он, опять же, лучшими учителями вместе с Александром. Но родные братья – одни гены, а насколько разные характеры. Александр воспитывается в духе республиканском, в духе свободы, а Константин, наоборот, не только не проникся либерализмом, для него на всю жизнь слово «республика» ругательное, почти матерное. Он к политике, госуправлению интереса не проявляет, ему нравится военное дело. Учитель словесности говорил, что когда Константину ставилось задание просклонять какое-нибудь существительное, он начинал склонять солдат, солдата, солдату, солдатам. Другое слово можно – офицер, офицера, офицеру, офицером. Ну и так далее. В конце концов, Константин, достигнув молодого возраста, все-таки выпросился в действующую армию. Воевал вместе с Суворовым, принимал участие во всем итальянском походе, переходил через Альпы. Ему нравилось жить в Польше. Он был на самом деле поланофилом и любил говорить, что я больше поляк, чем все сами поляки. Большой патриот Польши старался помогать полякам, как мог, будучи наместником русского императора, царя польского. Первый брак у него был несчастливый, как у Багратиона. Он развелся. А второй брак был не царским, с польской дворянкой, но по любви. Надо сказать, что вообще Константин, видимо, был человеком внешне грубым, но нормальным. Иначе бы у него не было много друзей и офицеров. У него было двое незаконороженных детей от актрис, причем злые языки говорили, что это вообще не его дети, что эти француженки гулящие, подсунули ему каких-то чужих младенцев, чтобы получить доступ к кошельку. Но Константин все равно проявил хорошие мужские качества, очень любил своих детей, он о них заботился, он им писал постоянно. Оба выросли очень приличными людьми, можете посмотреть в интернете. Но законных детей у Константина нет, поэтому для него престол это обуза, головная боль. Совершенно не хочет царствовать в этой огромной сложной империи. А тут же перспектива судьбы его батюшки совершенно ему не улыбается. Тем не менее, страна присыгнула Константину, начали печататься рубль серебряный с изображением Константина. Это сейчас редчайшая монета в нумизматике. Их 7-8 подлинных в мире. И цена каждой монеты превышает существенно миллион долларов. Но дальше происходит поразительное. После того, как все госорганы присягнули Константину, вопреки его воле и вопреки завещанию Александра, Николай направляет Константину слезное письмо. «Дорогой мой старший брат, против воли народа не попрешь. Все хотят видеть тебя. Наверное, государь Александр что-то другое имел в виду. Прошу тебя принять престол». Константин опять письменно от этого отказывается. Николай снова пишет ему письмо. Говорит, нехорошо как-то. Может быть, брат мой, вы приедете в Петербург и в присутствии уже сенаторов, и госсовета откажетесь от престола. У меня рука не поднимается. Ваше отсутствие брать на себя императорские полномочия. Что такое письмо из Петербурга у Варшавы? Это явно не один день. В качестве царского курьера выступает никто иной, как их младший брат Михаил, который загоняет лошадей, вносясь с ординарцами туда-обратно. Но Константин и в Петербург отказывается приезжать. Пишет, разве мама малая, неоднократно письменно выражена моей воле, я царствовать не хочу и не буду. Желаю тебе, брат Николай, всяческих успехов. Наверное, единственный в истории случай, когда корону не вырывали друг у друга из рук претенденты, они же близкие родственники, не резали друг друга, не рвали жилы насмерть за власть. А наоборот, как в этой детской игре, вода-невода, когда надо какой-то предмет, мячик, например, быстрее от него избавиться, кому-нибудь его бросить, кого мячик коснулся, кто его поймал, тот вода. Он должен тоже от этого мячика побыстрее избавиться. В такую вот игру с короной Константин с Николаем играли. Честно говоря, в других случаях в истории подобного рода невластолюбие даже я не припомню. Продолжается это почти месяц. В стране нет власти. И вот тут до Николая находят плохие новости. Первая поступает буквально накануне 14 декабря, с юга, от начальника главного штаба Дибича, который информирует государя об обширном и разветвленном офицерском заговоре на юге. О существовании тайного общества, которое ставит целью убийство государя и всей его семьи. 13 числа государю является молодой офицер, член Северного общества, который заявляет о том, что на ближайшее время назначен вооруженный мятеж. Многие полки, включая гвардию в Петербурге, буквально пронизаны мятежниками. Они не хотят присягать Николаю. Можно ожидать самого худшего. Этот молодой декабрист, офицер, отказывается при всем предпи, называть имена своих сообщников, отказывается вообще давать какую-либо конкретную информацию, какие полки, какие офицеры, потому что говорит это бесчестно. Я дал честное слово преступлений в общество. Никого не выдавать, соблюдать тайну, но мой долг перед государем – вас проинформируйте. Тогда Николай срочно издает 13 декабря манифест о вступлении на престол, то есть он принимает на себя все-таки статус императора. В ночь на 14 он приглашает к себе виднейших сановников, командиров всех гвардейских полков Петербурга, объясняет им ситуацию и убеждает их в необходимости переприсяги. Переприсяга назначается и сената, и армии на утро 14 декабря. Что происходит накануне вечером в Петербурге, что происходит ночью? Тот самый молодой декабрист, который пошел и сдал своих сотоварищей Николаю, не называя имен, оказывается, перед этим пришел членом северного общества и сказал им, что я собираюсь раскрыть ваш заговор. Имен не назову, но вы меня не удержите. Полагаю, ваш мятеж неправильным и бесчестным. Самое поразительное, что никто его не задержал, не убил, это вам не нравы народовольцев, большевиков и всех остальных. Сказали, сударь, вы поступаете бесчестно, а он, это вы поступаете бесчестно. На чем разошлись? Он ушел. Однако у оставшихся заговорщиков остается один вариант. Или с покаянной головой во след ему, или немедленно действовать. На квартире Рылеева, чуть не сказал конспиративной, хотя на самом деле, конечно, не конспиративная, это обычно его казенная квартира, служебная, как бы сейчас сказали, где он живет, собирается экстренное совещание членов Северного общества. Где в этот момент находится самый известный декабрист, о которых я вам рассказывал в прошлый раз? Пестель накануне на юге арестован. Арестован по доносу некого офицера, члена Южного общества, которого Пестель уличил в разворовывании полковой кассы. Он, чтобы его не предали военному суду, донес на Пестеля своего начальника как на заговорщика. Пестель арестован. А Никита Муравьев вообще уже так потихоньку отходит от тайных обществ. Он женился, молодая, красивая, богатая жена, хозяйство большое, поместье, дети появились. Он где-то там, в деревне. Александр Муравьев тоже давно отошел от заговора, тоже занимается своими частными делами, повзрослел, семья. Где Михаил Орлов? Помните тот самый мятежный, буйный генерал, который вместе с Дмитриевым Мамоновым организовывал один из первых союзов русских рыцарей, боевой генерал, который командовал огромной дивизией, 16 тысяч штыков, плюс пять приданных казачьих полков, который говорил, да я один подниму их всех и поведу на Петербург. К этому моменту Михаил Орлов снят с должности, там что-то попридирались к умонастроениям солдат боевой дивизии, он обижен, он живет где-то в Крыму, занимается личными делами. Так что никаких 16 тысяч плюс пяти полков под рукой у декабристов теперь нет. Где Тургенев? Замечательнейший интеллектуал Тургенев, который писал записки Александру по экономическим реформам. Тургенев обиженный, никто его не слушает. Александр дурно отозвался о его записках. Уехал как бы на лечение, на воды за границу. Где Лунин? Где тот мрачный, жесткий декабрист, который активно поддерживал идею цареубийства? Лунин служит в Польше далеко. Где Иван Якушкин, который обнажал свой цареубийственный кинжал? Якушкина, вот незадача, за несколько дней до этого отправились какими-то служебными поручениями в Москву. В общем, на квартире Релеева нет самых видных отцов-основателей декабристского движения и нет единства во мнениях. Что делать, непонятно. Идея одна. Надо вывести войска, как-то сорвать переприсягу Сената, надо захватить Зимни и арестовать Николая и царскую семью. Что значит арестовать? Может быть, убить? Нет, убить, конечно, хорошо бы его. На нет и суда нет. Но кто же за это возьмется? Вызывается несколько человек, готовых совершить цареубийство, пожертвовать собой. Не надо думать, что у них синдром убийцы. Нет. Они жертвы. Они говорят, мы совершим цареубийство, пойдем под суд за это и пусть нас казнят. Но Родину мы освободим. Таких вызывается несколько человек, но на тот случай, если что-то пойдет не так, есть и запасной вариант. Может быть, если Николай останется жив, Релеев предлагает. Отправим его в Америку, в эмиграцию. Пусть там живет. В Форт-Рос, в Калифорнии, будет чувствовать себя отлично. Денег дадим, сколько нужно. Пусть там обустраивает российские владения в Америке. Он общается с испанцами, индейцами, ковбойцами, которых тогда еще нет. Кого тогда назначим государем? Опять же, непонятно, сразу республика или постепенно, или конституционная монархия. Может быть, провозгласим наследником семилетнего сына Сашу, сына Николая. А может быть, лучше нет. Лучше давайте вдову. Александра это вроде как по-честному. Тем более, вдова плохо себя чувствует, все время болеет. И точно в дела управления государства вмешиваться не будет, а формальная законность будет соблюдена. А может быть, Николай сам отречется, увидев, что никто его не поддерживает. В общем, никакой определенности нет. Программы нет, плана нет. У каждого какие-то свои идеи. И в конце концов, безбашенное и неподготовленное вооруженное восстание, которое только можно было придумать. А вось как-нибудь там на месте все рассосется. Слава богу, они догадались выбрать диктатора. Назначили Сергея Трубецкого. Он один из основателей всех декабристских организаций. Он князь. И он самый старший по званию. Полковник гвардии. Это очень важно для солдат, чтобы ими командовал офицер с большими золотыми ипполетами. Герой войны. Лучше, конечно, генерал. Но генерала своего под рукой нет. Тут появился еще один полковник, и тоже заслуженный герой войны, Булатов. Его как раз буквально накануне, за несколько дней до этого собрания, в планы общества посвятил Рылеев и уговорил принять участие в мятеже. Полковник Булатов согласен стать заместителем Трубецкого. Другим заместителем становится Оболенский. Оболенский так себе начальник, он всего лишь поручик. Но тоже князь. И очень энергичный. Должности раздали. Хотя на самом деле основным мотором заговора является Кондратий Рылеев. Мы его как-то себе не очень правильно представляем. Нам кажется, что это какой-то поэт, какой-то там доходяга. Все не совсем так. Рылеев знатного, старинного дворянского рода. У него родовое поместье под Питером, в Гатчинском районе, которое, кстати, потом унаследует семья Набоковых. И вот в доме Рылеева сейчас музей Владимира Набокова. Можно съездить посмотреть. Он учился в кадетском корпусе, произведен в офицеры. Не успел по молодости принять участие в войне с Наполеоном. Но потом, уйдя из армии, стал популярным поэтом, издателем известным. А незадолго до описываемых событий назначен на важную должность правителем канцелярии Российско-Американской компании. Правитель канцелярии, чтобы мы понимали, это не генеральный директор, не первое лицо в компании, не распорядитель кредита. Но это очень важная шишка. В Российско-Американской компании есть представитель правления от правительства. Это известнейший сановник Мордвинов. Либерал, которого декабристы даже хотели потом включить в будущем в правительство. Под Мордвиновым есть Рылеев. У него прекрасный социальный пакет, квартира казенная, на которой проходят декабристские собрания. У него оклад 10 тысяч рублей в год. Для понимания 10 тысяч рублей это в несколько раз больше жалования генерала Армейского. Российско-Американская компания – это сугубо коммерческое предприятие, которое владеет и управляет огромными территориями. В первую очередь Аляска, острова вдоль американского побережья, и форты и фактории в Калифорнии. Эти территории юридически в состав Российской империи не входят. Точно так же, как Индия до последнего момента не входила в состав Британской империи, а считалась территорией под управлением Ост-Индийской коммерческой компании. На самом деле все все понимали. Я как-то рассказывал вам еще в цикле рассказов об истории 18 века, что в Воронцовском дворце в Алубке в Крыму в библиотеке стоит роскошный глобус конца 18 века. На том месте, где Аляска, там и написано без обедников просто «Русская Америка». Все все в мире понимали. Но формально РАК российско-американская компания – это частная компания. Контрольный пакет принадлежит ее основателям, семье купцов Шелиховых. А небольшие пакеты, разные акции, а некоторые большие, членам царской семьи. И, кстати, приличный пакет был и у Рылеева, как у управляющего. До последних лет российско-американская компания показывала совершенно сумасшедшую доходность. Это сверхприбыльное предприятие. Оно поставляет пушнину. Пушнина дорогая. Там не только соболя, песец и прочее. Там, например, эксклюзивная морская выдра, она же камчатский бобр. Одна шкурка камчатского бобра стоила тогда как 20 шкурок соболя. Или приблизительно годовое жалование пехотного офицера. Чиновники, наверное, требовали себя взяток не борзыми щенками, а камчатскими бобрами. Доходность, которую показывала компания, трудно себе представить. 10 рублей на 1 рубль акционерного капитала. Но Рылеев, говорят, интересовался коммерцией мало. И за то небольшое время, что он прослужил в российско-американской компании, он занимался политическими вопросами. Заботился об образовании туземцев. Занимался искоренением мужеложства. Видимо, и такая проблема была в Америке той поры. Поддерживал идею заведения театра на Аляске. Поддерживал всячески идею активного русского проникновения в Калифорнию. Предполагалась раздача русских паспортов, во-первых, местным там проживающим испанцам и индейцам. А также у Рылеева был план переселения поморов из Архангельской губернии на Калифорнийское побережье Тихого океана. Иногда, я думаю, лучше бы он этим занимался, чем подготовкой мятежа. Если бы все эти планы реализовались, то, что точно были бы для России лучи. Вернемся к 14 декабря. План, что делать, туманен. Захватим Зимний, захватим Петропавловку. Может быть, арестуем или убьем царя. Действуем по обстановке. Самое главное, что потом в показаниях, которые давали декабристы, они не совпадали. Видимо, все-таки очень многое зависело от того, сколько войскам удастся сагитировать и вывести на площадь. Вот этот странный план, вывести побольше полков, всех уговорить не присягать Николаю и оказывать таким образом пассивное вооруженное давление на власть, ни у одного военного мятежа такой план не работает. Я думаю, что Владимир Ильич вместе с Лейбой Давидовичем долго бы смеялись над таким планом вооруженного восстания. С самого начала какой-то злой урок преследовал декабристов. Многие офицеры, даже те, которые были вовлечены в тайное общество, стали отказываться присоединяться к восстанию. Трубецкой делал что мог. Он объезжал полки, он встречался с командирами, но его не поддерживали. Его не поддержал даже друг Пестеля, командир Семеновского полка, который, в общем-то, был очень близок к декабристам и входил в тайное общество. Отказались финляндский полк, отказался измайловский гвардейский полк, на который они очень рассчитывали. Отказался полк Лейбгвардии гренадеров. В конце концов договорились, что участники собрания выведут столько войск, сколько смогут. Под честное слово. Якубович, один из активных членов общества, на последнем этапе поклялся, во-первых, вывести гвардейский морской экипаж, а во-вторых, вызвался убить царя. Далее утро. Часть декабристов встала поздно, поскольку прозаседали всю ночь. Проснулись только уже ближе к декабрьскому рассвету. Часть более сознательных действительно отправилась в казармы и вели там активную агитацию. Надо сказать, что агитацию они вели не очень честно. Никто не предполагал рассказывать солдатам, что они планируют военный мятеж, арест императора, введение Конституции и смену правительства. Говорили, что законный государь Константин. Константин любит своих солдат, любит армию. Константин пообещал снизить срок службы по рекордскому набору с 25 лет до 10. И уже есть подписанные соответствующие документы. Константин обещает облегчить долю мужика в деревне, снизить налоги, может быть, как-то поэтапно наделить крестьян землей. А Николай узурпатор. Поэтому ни в коем случае присягать ему нельзя. Придет Константин и все будет хорошо. И, в общем, обещали они там стрекоруба. Как говорится в известном анекдоте, солдаты кричали на площади, да здравствует император Константин и жена его Конституция. Ну, видимо, та самая польская дворянка. Утро, 14 декабря. Декабристы начинают по очереди пропадать. Куда-то пропадает Адоевский. Ушел куда-то погулять полковник Булатов, зам диктатора, обещавший совершить цареубийство. На площади его нет. Якубович, еще один потенциальный цареубийца, который обещал привезти гвардейский морской экипаж туда даже не явился. Он то появится на площади, то куда-то исчезнет. То у него резкий приступ головной боли и часа на два он уходит домой. Но самое главное, на площадь не явился князь Трубецкой, диктатор восстания. Считается, что он смолодушничал. С той поры его считают одним из главных виновников провала. Почему Трубецкой не явился? Есть много версий. Сказать, что он трус, нельзя. Это боевой офицер. Воевал под Бородино. Был тяжело ранен под Лейпцигом. Вообще, человек не робкого десятка. Физической смерти, ран, уж точно не боялся совсем. Не уверен, видимо, был в своем деле, в своих силах. Говорят, жена его отговаривала, с которой он поделился планами мятежа буквально в ночь на 14 декабря. На коленях уговаривала его никуда не уйти. В общем, метался он между долгом, присягой, своими политическими взглядами, перспективами. К солдатам не пришел. В общем, можно сказать, что и с организационной, и с военной точки зрения восстание было абсолютно не готово. Часть даже ориентировавшихся на пестеля офицеров, которые считали себя сторонниками пестеля и членами южного общества, первыми привели свои войска на присягу Николаю. Только к 11 утра на Сенатскую площадь вышел московский полк почти в полном составе. Заряженные ружья, комплект патронов. Правда, почему-то без шинели. Холодно было страшно. Бенеги, наверное, дико замерзли за этот декабрьский день. Вот кивер гвардейского унтер-офицера, главного проводника офицерской воли в войсках. Султан одевался на парад, чтобы рот офицера было видно издалека. Мог одеть его и в бою. Тоже, чтобы солдаты знали, на что ориентироваться. Вот этот репеек – это, собственно, он-то офицерский знак. Место нашивки на погонах сейчас. Но орел – это принадлежность к гвардии. В таких вот шинелях подтянулись еще две воинских части. Шинель вообще появилась при Павле I. С тех пор почти не менялась и по материалу, и по покрою до последнего момента. В шинелях вышли матросы гвардейского морского экипажа. Их наконец-то вывели братья Бестужевы. Братья Бестужевы вообще потрясающие люди, надо будет отдельно как-нибудь о них рассказать. И еще в таких же шинелях вышла часть лейбгренадер. Небольшая часть солдат финляндского полка попыталась пройти к Сенатской площади, но их заблокировали на мосту. Там они стояли несколько часов. Всего таким образом 30 офицеров вывели на площадь около трех тысяч солдат. Но тут выяснилось, что здание Сената пусто. Сенат присягнул затемно в 7 утра. Сенаторы разъехались. Вышущие на площадь восставшие стояли в недоумении. Собственно, пресечь присягу уже было поздно. Диктатора нет, что делать дальше? Тут можно рассуждать до бесконечности, но знаете, вот все-таки храбрость на поле боя, которой было не занимать любому из участников декабристского движения, и храбрость в военном перевороте, решительность, это вещи совершенно из разных субстанций. Среди декабристов не оказалось братьев Орловых, таких решительных, безбашенных. У них и знамени не было у декабристов. Братьев Орловым было легко, у них была Екатерина. Гвардейцам из лейб-компании было легко, у них была Елизавета, дочь Петра. Декабристы оказались и без знамени, и без вождя, и без четкого, понятного плана с распределением обязанностей. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Эту небезызвестную фразу можно просто поставить эпиграфом описания событий 14 декабря. Николай начал стягивать верные войска, параллельно уговаривать декабристов разойтись по-мирному. Дальше было убийство генерала Милорадовича, который пытался в одиночку, популярнейший генерал, герой войны, уговорить солдат разойтись. Проявил нездоровую инициативу Каховски, царя-то он отказался убивать, но Милорадовича метко выстрелил в спину, смертельно. Пару слов расскажу вам о Каховском, потому что он, пожалуй, был самый активный в этот день на площади. Представитель бедных дворян. Это совсем не Трубецкой, не Аболенский и не Муравьевы. Он поступил в лейбгвардию юнкером, но далее, я процитирую, за шум и разные неблагопристойности, а также не платеж денег в кондитерскую лавку и ленность, был разжалован в рядовые, отправлен на Кавказ. Но там, тем не менее, видимо, все-таки храбрец, поскольку дослужился до поручика, после чего по болезни вышел в отставку. Социопат, друзей не было, родственников богатых нет, обижен на власть, поводов любить существующие порядки у него тоже нет. Упорно тренировался в стрельбе, видимо, неплохо. Поступал за уничтожение самодержавия и истребление всей царской фамилии. Вот его, как одинокого человека без семейных, без родственников, и назначили главным из цареубийца. Ну, однако, цареубийцей он так и не стал, но главным стрелком, главным шутером на площади стал, поскольку после Милорадовича сострелил еще и командира лейбгвардии гренадерского полка, полковника Стюрлера, тоже героя войны. Полковник неудачно попытался поуговаривать солдат разойтись. По некоторым данным, когда к каре подъехал сам великий князь Михаил Палыч, тоже обращаясь к солдатам с просьбой разойтись, и в него стрелял. Каховский, но пистолет, к счастью, дал осечку. Далее два митрополита сразу стали увещевать солдат, их прогнали. Атака тяжелой кавалерии под командованием Алексея Орлова. Попытались в лоб напугать каре, их отогнали выстрелами, хотя атака была такая. Коногвардейцы не шли до последнего, развернулись, солдаты стреляли преимущественно по лошадям. Несколько кавалеристов, конечно, погибло. Вот с такими вот точно палашами атаковали коногвардейцы. Это русский палаш, образца 1824 года. Принят на вооружение, как раз на коммуне восстания. Почти метр двадцать пять смертоносной стали. Этим палашом нельзя рубить, это неэффективно, им надо колоть. Поскольку основная задача тяжелой кавалерии пробить каре, то керосир несется галопом на полной скорости, держа палаш вывернутой кистью вперед, чтобы нанести смертельный удар. Представляете, какая сила страшная? Кинетической энергии, кавалерийской лавы с такими вот палашами. До удара по каре дело не дошло, каре развернулось, а потом стало происходить непонятное. На площади собралась огромная толпа зевак, больше десяти тысяч человек. Толпа всячески выражала сочувствие мятежникам. Толпа всегда против власти, а тут происходит что-то такое интересное, непонятное, вроде бы как в пользу законной власти Константина. Толпа стала бросать камни в сторону правительственных войск. Рядом стройка Исаакиевского собора. Высоченные леса, рабочие на этих лесах, которых, в общем-то, и не разобрать, и не наказать, и не поймать никак, тоже бросают камни и поленья только уже сверху, в расположение верных царю шеренг солдат. Николай не без основания подумал, что если дело пойдет за ночь, то, возможно, произойдет и переход части правительственных солдат на сторону восставших, а потом неизвестно чего ждать от склонных к бунту горожан. Позднее Николай говорил брату Михаилу, самое удивительное в этой истории – это то, что нас с тобой тогда не пристрелили. Если Каховский просто отказался идти в Зимний дворец, то цареубийца Якубович несколько раз вплотную стоял у Николая и даже обменивался с ним взглядами в упор. Говорят, даже перебросились парой фраз. Были заряженные пистолеты, он не выстрелил. Полковник Булатов с двумя заряженными пистолетами в течение двух часов находился буквально на расстоянии вытянутой руки с царем. Он тоже не решился выстрелить. Тем временем декабристы в отсутствии вождя вели себя пассивно, а мы понимаем, что в их ситуации любое действие было лучше бездействия. Как говорил Ленин, оборона есть смерть восстания. В конце пушки последний довод королей. Первый залп сделан холостыми, следующий поверх голов мятежников, третий к картечию по рядам. Толпы восставших солдат бросились на Невский лед. Офицеры пытались построить их, чтобы атаковать теперь Петропавловскую крепость. Непонятно, почему они не сделали это раньше, почему они не пошли на зимние. Но тут уже начали стрелять пушки из крепости. Падали ядра, лед треснул, люди стали тонуть. Декабристы боялись крови, говорили, что мы хотим провести бескровный переворот. Их бездействие все равно привело к большому кровопролитию. К сумеркам с восстанием было покончено. На площадях и улицах остались сотни трупов, начались аресты. Число погибших неизвестно по сей день, есть взаимоисключающие оценки. Известно, что точно погиб один генерал Милорадович, 18 офицеров и где-то около 300 солдат. Сколько погибло мирных жителей, никто не знает. Трупы бросали под лед, учет не вели. По максимальным данным до 1200 человек. Удивительно, что никто из декабристов и инициаторов мятежа, тех, кто был на последнем заседании штаба у Кондратия Релеева, не был на площади даже ранен. Так им всем повезло. На юге впоследствии произошло нечто похожее. 29 декабря в районе Белой Церкви, это Киевская губерния, началось восстание Черниговского полка. В отсутствие пестеля мятежный полк поднял подполковник Сергей Муравьев-Апостол. Другие полки, где тоже были декабристы, по разным причинам, Муравьев-Апостол всем рассылал письма. У каждого причина была своя, но никто черниговцев не поддержал. Муравьев-Апостол один из самых симпатичных людей, наверное, среди декабристской когорты старинного рода Муравьевых. Его отец был воспитателем великих князей Александра и Константина, потом сенатором, посланником России при разных европейских дворах. Муравьев-Апостол – стариннейшая фамилия, это тоже род Муравьевых, а апостолы, потому что они еще частично вели свое происхождение от гетмана Левопорежной Украины Даниила Апостола. Образованнейшие люди, прекрасно знавшие языки, пишущие стихи по-французски, по-латыни, воевавшие геройски под началом Раевского, участвовавшие во взятии Парижа, один из основателей Союза спасения, Союза богоденствия. Муравьев-Апостол кажется нам идеальным декабристом. Но вся эта красота начинает блекнуть и исчезать, когда начинается грязь реального восстания. Он ведь не командир полка, он подполковник, а командир полка отказывается вести мятешников. И тогда Муравьев-Апостол вместе с другими младшими офицерами зверски избивает полковника Гебеля своего непосредственного командира. Можете представить, что думали солдаты? Офицеры избивают командира полка с саблями и палашами. У Гебеля потом насчитали 14 ран по всему телу. Первая гренадерская рота полка, глядя на все это, все-таки откажется присоединиться к Муравьеву-Апостолу. Более того, они встанут грудью и защитят своего командира, капитана, который не подчинится. Потом всю эту гренадерскую роту целиком до последнего солдата переведут в гвардию. В итоге все-таки полк вышел в поход, пытаясь в движении поднять другие воинские части. К нему никто не присоединился. Буквально за несколько дней это замечательная, организованная, одна из лучших воинских частей на Украине полностью разложилась. Полк пьянствовал. 3 января 1826 года он был встречен верными правительству войсками, которые открыли огонь картечью. Этим правительственным полком командовал двоюродный брат Муравьева-Апостола, другой декабрист, Артамон Муравьев. В отличие от кино, в тот момент Артамона Муравьева в полку не было. Так либо иначе, боя никакого не произошло. По Черниговцам дали залп картечью, солдаты побросали оружие, некоторые даже встали на колени. Муравьев-Апостол попытался схватить полковое знамя, вскочить на лошадь. Кто-то из солдат подумал, что он хочет бежать. По рассказам с разворота вонзил штык прямо в брюхо лошади. Страшная сцена. Лошадь завалилась, раненый Муравьев-Апостол оказался придавлен, а пьяно солдат прохрипел. «Чего, ваше благородие, убегать вздумали? Сами заварили кашу, сами и расхлебывайте». Вскоре после восстания Николай I напишет своему брату в Варшаву. «Дорогой Константин, ваша воля исполнена. Я император, но какой ценой? Ценой крови моих подданных». Кстати, о цене. Подавление восстания пошло с российской казни очень недорого. Было выдано в общей сложности лишь 37 тысяч рублей наградных. Верным офицерам годовое жалование унтер-офицерам по 100 рублей, солдатам по 50. Некоторые раненые получили индивидуальные наградные сообразной тяжести ранения. Больше всех получил рядовой лепгвардии конного полка, того самого, который атаковал каре. Он в этой атаке потерял руку, ему выплатили 500 рублей. В общем, на фоне тех тысяч крепостных и поместья графских титулов, которые раздавала Екатерина и Елизавета, пришедшие к власти в результате дворцовых переворотов, можно сказать, что Николай I пожадничал. Хотя, с другой стороны, ведь он же не захватывал власть. С его точки зрения, солдаты и офицеры лишь выполнили свой долг, защитили законного императора. Так что данных премиальных более чем достаточно. На самом деле, на пансионы и помощь семьям декабристов ушло намного больше. Николай хотел выглядеть благородным, справедливым, милостливым по отношению к своим противникам. Ну и, в общем-то, у него получилось. Начну с того, как арестовывали декабристов. В числе первых схватили несостоявшегося диктатора Трубецкого, который спрятался в доме родственника своей жены, австрийского посла. Его отвезли в зимний. Николай орал на него, указывая пальцем ему в лоб. Что было в этой голове, когда вы с вашей фамилией вошли в такое дело? Гвардии полковник, князь Трубецкой. Так как вам не стыдно быть вместе с такой дрянью? Ваша участь будет ужасной. Знаете, я вообще могу вас прямо сейчас расстрелять. Николай был прав. Он мог его расстрелять. Трубецкой офицер и военный мятежник. Ну и, кстати, большинство государей бы на его месте не церемонились. Трубецкой, шатаясь, уселся на диван. Николай успокоился и тут же приказал Трубецкому написать записку. Пишите жене. Я буду жив и здоров. Потом Трубецкого приговорят к остечению головы, но смертная казнь будет Николаем заменена каторжными работами. В разных родах воспоминаниях, в том числе и в этих книгах, которые я вам показывал, есть противоречащие друг другу свидетельства о том, как вел себя Трубецкой на первом допросе с Николаем. Сторонники Николая говорили, что Трубецкой рыдал, падал на колени и целовал Николаю руки. Сам Трубецкой вспоминал, что он старался стоять ровно, как подобает офицеру, и говорил, что готов принять любую участь. Каким бы он ни был нерешительным мятежником, но я совершенно не верю, что не изгибающийся под картечью ядрами французов князь Трубецкой будет ползать на коленях и целовать руки даже государю. Не верю. Я думаю, это было придумано для того, чтобы показать степень раскаяния заговорщиков и их неправоты осознанной. Иван Пущин, лучший друг Пушкина по Царскосельскому лицею, гвардейец в отставке, был 14 декабря на Сенатской площади. Другой его лицейский товарищ Александр Горчаков, тогда еще скромный служащий Министерства иностранных дел, а впоследствии всесильный канцлер Российской империи и министр иностранных дел вечером приедет домой к Пущину с заграничным паспортом, с бланком. Скажет, что он сейчас оформит ему выезд за рубеж немедленно, прямо сейчас. Пусть уезжает в Англию, но Пущин проявит благородство, как в общем и подавляющее большинство декабристов. Скажет, что они могут бежать один, предав своих товарищей, и отправиться на пожизненную каторгу. Я говорил вам, что ни один из декабристов, участников узкого заговора у Рылеева, не был даже ранен, но это не значит, что они там бегали и прятались. Например, у Ивана Пущина весь его плащ был буквально изрешечен пулями и картечью. Каким-то божьим промыслом ни одна пуля в Пущина не попала. Надо сказать, что не все декабристы пассивно ждали своего ареста. Есть забавная история, как был арестован морской офицер Николай Бестужев, который вывел на площадь гвардейский морской экипаж. История такая, тоже придуманная позже недоброжелателями декабристов, мол, якобы Бестужев переоделся в женское платье, точнее говоря, в старушечье платье, там как-то покрасился под старушку и сгорбившись пытался скрыться, как Керенский, хотя Керенский тоже этого не делал, мы знаем. На самом деле Бестужев попытался скрыться, он поплыл в Кронштадт, откуда собирался уехать за границу. В Кронштадте у Бестужева была любовница или, может быть, даже неофициальная жена, просто неразведенная, с детьми его жила. И вот он поехал к этой жене, но, зная, где его искать, полицейский наряд явился вместе, кстати, с официальным мужем в Кронштадте. Взаимный театр благородства и рыцарственности. Обманутый муж говорит, вы знаете, господин Бестужев, нам был дан приказ вас найти, мы вас нашли, мы знали, где искать. Приказа арестовывать вас не было, поэтому мы вас нашли, о чем доложим. Таким образом они дали Бестужеву время скрыться. Бестужев сбрил баки тут же, переоделся матросом рядовым, однако, когда он уже пытался пройти на корабль, другой полицейский наряд его вычислил и арестовал. Но ей декабристы являлись к аресту сами, добровольным. Кто-то сидел дома, кто-то сдавался инициативно, например, брат Бестужева, будущий Бестужев Марлинский, известный поэт, он надел парадную форму и сам пробрался в Зимний дворец. Долго ходил там по коридорам, никто не обращал на него никакого внимания. Каким-то образом дошел до самого государя императора Николая I и лично в руки вручил ему свою шпагу с покаянной головой и признанием в участии в восстании. Николай обычно лично допрашивал всех значимых подозреваемых. Я думаю, что он хотел докопаться до сути, а ему было 29 лет, и он был того же возраста, того же поколения, что и декабристы. Он пытался понять, что ими двигало, зачем. Следователю могут наврать, а ему точно врать не будут, он же государь. И долг каждого дворянина говорить ему только правду. Все так и делали, кто говорил. Бенкендорф, руководивший следствием, как писали впоследствии, был полон сострадания к несчастным. Представьте себе, как он допрашивал своего боевого товарища и сослуживца по партизанским отрядам генерала Сергея Волконского. Как он допрашивал мичмана Беляева, который спас жизнь Бенкендорфу незадолго до этого, во время наводнения в Петербурге. Декабристы вели себя очень по-разному на допросах. Кто-то выдавал всех своих сотоварищей, полностью раскрывал карты. Был такой экстаз самоговора. Трубецкой, Волконский, Оболенский называли десятки имен участников заговора. Впоследствии из 570 фигурировавших в деле декабристов имен выяснится, что почти половина вообще не знала, что они состоят в обществе. Называли даже умерших, как активных членов общества. Может быть, тем самым хотели подчеркнуть массовость общества, массовость движения, что должно было сподвигнуть государя на понимание обязательности реформ, коли все элиты входят в эти тайные общества. Было еще и секретное дело производства. Это отдельно проводимые добросы о возможном участии в заговоре видны государственных деятелей и даже членов императорской семьи. А был ли Милорадович, садного с декабристами, погиб геройски? Ну, может быть, он что-то знал? А сколько еще декабристов российско-американской компании? Все это очень подозрительно. Релеев устраивал многих своих знакомых туда на работу. Знал ли Мордвинов о заговоре? А может быть, знал сам великий князь Константин? Аспиранский, кумир и идеал многих декабристов. Но это секретное дело производства закончилось ничем. В конце концов, Николай понял, что все идет по кругу, и рано или поздно просто рядом с ним не останется людей, которых он не будет подозревать. Жить так невозможно. По его распоряжению все бумаги этого делопроизводства в конце концов были уничтожены. Кстати, о Аспиранском. Он примет активное участие в подготовке суда. Именно по предложению Аспиранского судили ни с копом, ни под гребенком. Очень тщательно, с учетом обстоятельств, определялась вина каждого. Были смягчающие факторы, были факторы усиливающие. Все делалось по Аспиранскому максимально честно. В конце концов, степень вины была распределена аж по 11 разрядам. Самые тяжкие вне разрядов. Таким образом, было 12 разных типов наказаний для разных членов тайных обществ. Был сформирован специальный суд, большой. Судебная коллегия в составе более 70 человек. Там были квоты от государственных органов, от сената, от церковных, от синода. Были в составе суда, что интересно, и родственники подсудимых. Не включали туда только офицеров гвардии, которым по понятиям чести судить своих однополчан не пристало. В принципе, могли ограничиться массовыми расстрелами, но император хотел полноценного суда. До суда большинство декабристов содержали в Петропавловской крепости, в небольших камерах, конечно, крошечных. Но содержали достаточно прилично, надо сказать. Им разрешали заказывать еду, у кого были деньги, иметь белье, читать книги. То есть это были не страшные застенки. Последствием оказалось 579 человек, многие из которых даже не были членами никаких обществ. У декабристов не было организации партии. Это было, по сути, идейное движение. Кто-то разделял взгляды, с кем-то обедал, ужинал, участвовал в кружках, но отношения к заговору не имел. Поэтому половина была оправдана. 289 человек признаны виновными. Пятерых приговорили к четвертованию, еще 31 к отсечению головы. Скажу вам сразу, что с учетом военного мятежа, офицеров, замыслявших цареубийство и даже детоубийство, в нормах того времени это не был жестокий приговор. Далее 17 человек было приговорено к политической смерти, то есть инсценировка казни плюс вечная каторга. Просто к каторге на разные сроки 40 человек. Лишению чинов дворянства ссылка 18, лишение чинов дворянства и в солдаты до выслуги 9. Да, Николай понизил градус каждого из приговоренных. К четвертованию приговор был заменен на повешение тех, кто к сечению головы к каторге. И далее каждого понижали в строгости наказания на одну ступень. Дело в том, что со времен Елизаветы, давшей обет никого не казнить, и вплоть до этого года на протяжении почти 100 лет в Российской империи почти не было государственных казней. Могли повесить бунтовщиков где-то там, пойманных с поличным под горячую руку во время подавления пугачевского бунта. Но государственных казней по приговору, собственно, было две. Это Пугачева с сообщниками в Москве на Болотной и поручика Мировича, попытавшегося освободить злополучного Иоанна Антоновича. Как проходила казнь? Долгое отсутствие практики казней повлекло неизбежные эксцессы. Эшафот строили на месте, прямо в день казни. Как и любая стройка в России, построить вовремя не успели. Поэтому осужденным пришлось несколько часов ждать окончания строительства, сидя на траве. Один из двух палачей, коих нашли с трудом, неожиданно в последний момент упал в обморок. Главный следователь Бенкендорф, должен наблюдать по долгу службы за казнью, так страдал, что в конце концов залез на лошадь, а в момент повешения, как вспоминали, припал к ее шее, спрятав взгляд, чтобы ничего не видеть. Под барабанную дробь на декабристов накинули петли, выдернули скамью из под ног, и тут у троих, муравьевы апостола, бестужи Влюмина и Рылеева, веревки оборвались. Они упали в яму, пробив халтурно сделанный настил из досок, тоже оказавшийся слишком тонким, и остались живы. Послали за новыми досками и веревками. По старинному русскому неписанному поверью, казнить второй раз нельзя, ибо Бог уберег от смерти. Но времена были современные, просвещенные, поэтому казнили повторно. Последними словами Сергея Муравьев-апостола были «бедная Россия», и повесить-то у нас порядочно не умеют. Самому старшему из казненных декабристов Пестелю было 33, самому молодому бестужи Влюмина, 25. После казни Николай I последовательно стал проводить политику разделения между участниками восстания, то есть преступниками, и членами их семьи. В те времена не было никаких членов семьи изменников родины, и в мыслях не было у царской клики наказывать членов семьи и родственников. Наоборот, их надо было защитить. Николай I дал секретное распоряжение представить ему сведения о домашних обстоятельствах ближайших родных осужденных. Сарю доложили, всех разделили снова на разряды. Николай любил систематичность во всем. 28 семей декабристов были отнесены к нуждающимся. Из них примерно 20 Николай оказал личную помощь. Одним пособиями, другим содействием в устройстве детей в лучшие учебные заведения. Делалось это при том не только без огласки, а в режиме строгой секретности. Поэтому заподозрить Николая в каком-то самопиаре тут точно нельзя. На полях каждого из этих личных дел сохранились резолюции царя собственноручно. Сыновей отдать в кадеты, дать 600 рублей, дать 400, помочь обязательно. Из пятерых казненных семью имел только Рылеев. У него была жена и пятилетняя дочь. Удава Рылеева жила исключительно зарплату. Как мы помним с вами, Рылеев недолго был на высокооплачиваемой должности. Жили они не бедно, но не роскошествовали. Она вообще не понимала, за что он арестован. Написала царю записку с просьбой разрешить ей переписку с мужем. И вдруг вместе с разрешением получила от царя 2000 рублей помощи. Через три дня пришла еще тысяча рублей, наверное, от императрицы. Я так и вижу эту сцену. Узнав о царском подарке, императрица сказала Николаю, как тебе не стыдно. Дай побольше им денег. И послала еще тысячу от себя. Вдове еще и назначили пенсию. 3000 рублей в год. Это была большая и достойная пенсия. Дочка была принята в Елизаветинский институт за счет Николая. Когда она появилась в институте, среди воспитанниц был ропот. Как так? К нам, патриоткам, отдали дочь презренного бунтовщика. Но начальство быстро объяснило патриоткам, что, я процитирую воспоминания государь, милосерден. Он простил и принял сироту на свое попечение. А, следовательно, обижать сироту значит нарушать царскую волю. У Пестеля было несколько братьев. Все по военной службе. На следующий же день после казни Пестеля Николай демонстративно назначил его младшего брата Владимира своим личным флигель-адъютантом. Надо сказать, что Владимир был 14 декабря на площади Сенатской. Но он был за Николая, то есть участвовал в подавлении восстания. Впоследствии он дослужился до генерала-лейтенанта, губернатора Херсонской и Таврической, что любопытно, губернии. Успешно продолжили службу и два других брата, и по военной, а другой потом и по гражданской линии. Сестра Пестеля Софья в один день стала взрослой. Отец был убит горем, мать парализована. Она вела все семейное хозяйство. Она очень любила своего брата. Отельный крестик, подаренный сестрой, сопровождал Павла Пестеля на эшафот. Замуж она так и не выйдет. И всю свою взрослую жизнь посвятит памяти брата. Будет много лет собирать его письма, архивы и воспоминания о нем. Отец муравьевых апостолов, Иван Матвеевич, чрезвычайно и полномочный посол, как бы сейчас сказали, сенатор и воспитатель детей императора, после разгрома декабристов уволится по болезни в чужие края, так это тогда называли. Его оставят в должности неприсутствующего сенатора, и он уедет навсегда в Европу. Из трех его сыновей Сергей будет повешен и палит. Застрелится, чтобы не сдаваться в плен. И третий Матвей будет отправлен на вечную каторгу. Еще одна интересная история, которая заслуживает особого внимания. Помните, что у Трубецкого было два заместителя, поручика Болянский и полковник Булатов. Полковник Булатов – это друг детства Рылеева, поэтому приедет к нему в гости в Питер, и Рылеев уговорит его присоединиться к мятежу буквально за несколько дней до восстания. Герой войны 12-го года, любимец солдат, его раненого солдата будет нести на руках сотню верст, чтобы не оставлять французам в плену. Боевой офицер будет ранен шпагой, колотое ранение при штурме Парижа. Ранение холодным оружием для старшего офицера при штурме – это о многом говорит. Его лучший батальон Лейб-гвардии будет передовым возглавлять парад войск, парад победы в Париже в 1814 году. Жена в 22 года умрет, оставив его с двумя детьми. Он потратит все свое состояние, большое, почти 100 тысяч рублей, на то, чтобы построить храм на могиле своей жены. В декабричество он ступит прямо перед восстанием, поскольку вместе с детьми приедет в Питер на Новый год в отпуск. И его, как заслуженного человека, полковника, выберут заместителем Трубецкого. Во время восстания он будет стоять в суматохе два часа с двумя пистолетами рядом с Николаем, так и не решившись его застрелить, поскольку сердце отказывало. На следующий день сам явится лично к царю. Николай I, выслушав его историю, тут же объявит ему свое прощение. Скажет, что он свободен, может идти на все четыре стороны. Но Булатов сказал, что он не желает выглядеть предателем. В глазах товарища он виноват и добровольно отправится в Петропавловку. Там, в Петропавловской крепости, Николай I сам лично его навещал. И четыре раза к нему приходил великий князь Михаил Павлович. О чем они говорили, никому неизвестно. Полковник Булатов потребовал себе смертный приговор. Когда ему отказали, объявил голодовку. Через 10 дней его перевели в госпиталь, как бы сейчас сказали, на искусственное питание. И там он якобы покончил с собой. Официальная версия такая, что у него была сильная мигрень, и он разбил себе голову о стену. Честно говоря, я совершенно себе не представляю, как можно таким образом покончить с собой, если это, конечно, не какой-то там ниндзя-самурай. На самом деле, судя по всему, его убили. Причем убили страшно, по-военному. Пушкин разрубили голову саблей. Следствие было сразу же закрыто и засекречено. Пушкин впоследствии вспоминал, что после вынесения приговора по делу декабристов, он обсуждал эту историю с врачом английского посольства, который выражал свое невероятное удивление и говорил, что все при английском дворе поражены необъяснимым милосердием молодого русского императора. Далее было сказано, что у нас в Лондоне военный мятеж подобного масштаба закончился бы тем, чтобы на виселицу отправили человек 200-300, а все участники закончили бы жизнь на парусном флоте по жизненным приговорам. У нас, помимо наказанных офицеров и участников, еще 180 солдат прогнали сквозь строй. Из всех остальных сформировали специальный кавказский корпус и отправили воевать на Кавказ. Сколько солдат погибло, пройдя сквозь строй, об этом, к сожалению, история умалчивает. В том же году в честь коронации Николай отменил вечную каторгу, поменяв на 20-летнюю, а также всем точно так же на одну ступеньку вниз сократил срок каторги. Кого-то сразу же перевел на поселение. Впоследствии еще несколько раз Николай будет срок каторги для декабристов сокращать. При этом вот эта его милость, она каким-то странным образом сочеталась периодически с такой демонстративной жесткостью. Ну, например, декабристов, которые были приговорены к каторжным работам, везли сквозь всю Россию показательно в ножных кандалах. Это было жестоко и необычно, потому что в то время существовал порядок, что ножные кандалы одеваются только на тех, кто пытается бежать. Ну, кто из декабристов никуда не бежал, но кандалы с них не снимали. Ехали они тоже, честно говоря, по-разному. Те, кто были побогаче, в экипажах, они имели возможность подкупить сопровождающих охранников. Они могли ночевать не в телеге, не под телегой, а в придорожном трактире или даже в гостинице. Могли нормально питаться. Большинство бедных офицеров шли на каторгу пешком в кандалах. И эта дорога зачастую занимала больше года. Все этапирование декабристов, это был долгий процесс, их отправляли малыми группами, не хотели создавать историю вокруг их передвижения, малыми группами, по ночам, буквально по 2-3 человека. И вот это этапирование, оно заняло почти два года. В следующий раз мы поговорим о самом малоизвестном и самом интересном этапе жизни декабристов. Я не шучу насчет самого интересного. Это жизнь в Сибири на каторге и в ссылке. Поговорим о том, как сложилась их судьба, особенно у тех, кто смог дожить до амнистии. Среди декабристов был один морской офицер, тоже дворянин, тоже с блестящими перспективами, участник кругосветных походов русского военно-морского флота. Фамилия его была Завалишина. Он часто фигурирует как последний из декабристов, поскольку доживет почти до конца века. Проживет долгую жизнь, 90 лет и скончается в 1890-х годах. Напишет интересные воспоминания. После амнистии он останется в Сибири, прижился уже, будет там работать, публиковаться в местных журналах, в газетах. Дальше произойдет вещь абсолютно уникальная. Его вышлют из Сибири по просьбе генерала-губернатора в Москву, поскольку он там всех достанет своими критическими публикациями, разоблачающими злоупотребление местной сибирской администрации. В своих воспоминаниях Завалишин описывает забавный эпизод, когда стали прикреплять кандалы, тут же эта строгость почему-то решили чуть-чуть смягчить. Кандалы надо было забивать такими гвоздями, после чего их снять очень тяжело. Но думали, а вдруг можно будет снять, и получили инструкцию не заклепками закрывать намертво, а закрывать кандалы на замочки специальные. Но ни у кого из жандармов, охранников и полицейских никаких замочков по жизни не было. Поэтому послали тут же в скобяную лавку приобрести соответствующие замочки. Небольшие надо было, посимпатичнее, чтобы на них закрывать кандалы нужные. Замочки, которые приобрели для кандалов, были какие-то подарочные. Я думаю, наверное, из тех, которые дарят на свадьбу. Все эти замочки были такими симпатичными, с украшениями и с разными надписями. У одного декабриста был замочек такой «Мне недорог твой подарок, дорога твоя любовь». Самому Завалишину от жандармов достался замочек с игривой надписью «Кого люблю, тому дарю». Из России, так сказать, с любовью. Такая у нас страна. Спасибо вам за любовь к русской истории. До следующих встреч. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова